С древних времен жители Земли искали ответ на вопросы, как устроена наша планета, всматривались в небо над головой, что там за голубым куполом, усеянным искорками звезд. Мечта оторваться от Земли, мечта о полете, желание парить в воздухе, подобно птице, много веков не оставляли человека и находили отражение в античных мифах, легендах и преданиях. Люди разгадывали небесные письмена, приписывая зодиакальным созвездием влияние на земные события, придавая им метафизические свойства. Со временем появились попытки обуздать небо. Поначалу сделать крылья и, подражая движениям птиц, подняться вверх. Затем воздушные шары, дирижабли, аэропланы, самолеты и, наконец, космические корабли. Этот путь человечеству прошло меньше, чем за столетия. Художники не могли оставаться пассивными наблюдателями этапов освоения неба и космоса. Греческие мифы, триумфы и поражения, романтика и героизм – все это нашло отражение в творчестве. Отдельно хочется рассказать о коллекции Владимира Беликова, который предоставляет нам не первый раз свои работы. И вот он предоставил снова графику. И мы ему выделили целый зал. Но там такие, знаете, в основном фантазии, конечно, на тему космоса. Правда, есть и портреты, и портрет Гагарина, портрет Терешкова. В этом зале гравюры XVI-XX веков из коллекции Владимира Гурьевича Беликова. Он доктор технических наук, академик. Участник работ по реализации программ создания авиационных и ракетно-космических систем. Автор двухсот научных трудов и четырех монографий и коллекционер. В его коллекции более 15 тысяч произведений и печатной графики, некоторые из которых можно увидеть на экспозиции в Рязанском музее. В соседнем зале не менее интересные экспонаты. Здесь вы можете увидеть и портрет Солковского, какие-то интерьеры, его кабинеты, его мастерской. Еще здесь можно увидеть фантазии художников о космосе, о покорении космоса, какие-то сюжеты, выдуманные, разумеется. Но это создает определенную атмосферу. Сама выставка очень интересная, потому что она такая многосоставная. Здесь представлена и живопись, и графика, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство. Вы можете увидеть здесь шкатулки Палехские из фондов нашего Рязанского художественного музея. И еще буквально в последнюю минуту перед выставкой нам Центробанк, Рязанское отделение Центробанка предоставило коллекционные монеты, которые также посвящены и Циолковскому, и другим космонавтам, вообще покорителям космоса. Эту выставку сотрудники музея готовили долго. Часть экспонатов, пять картин и скульптуру предоставил Калужский музей изобразительного искусства. Еще часть – Музей истории космонавтики из Калуги. И целую микровыставку Владимир Бельский с его частной коллекцией графики. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».